Дорогие друзья, привет всем! Канал Paradise Alania. Начинаю свое видео с такого красивого места. Это Махмутлар, детская площадка, спортивная площадка вот за моей спиной. Почему я начал отсюда? Потому что в пяти, не в пяти, в ста метрах от этого места находится дом, в котором я хочу сегодня показать вам три квартиры. Три большие квартиры по интересным ценам. Домик красивый, стильный и цены, я думаю, вас приятно удивят. Смотрите. Поворачиваю камеру. Вот он наш домик. Такой, видите, с телягой и красавчик. Так выглядит улица. Вот это у нас улица Барбаросса. От этого дома до моря. 250 примерно метров. Видите, как выглядит улица? Всегда обращаю на это внимание. Тротуар широкий, пожалуйста. Разделенные полосы. Между ними зелень. И сейчас зайду в дом, покажу вам квартирки. Вот он. Дом уже заселен. Дом 2019 года. Вот так, друзья, выглядит вход в дом. Набираем код. И заходим. Сразу, да, смотрите, какой приятный ход. Такие турки молодцы. Вот ландшафтный дизайн. Здесь озеленение. Ну, приятно же зайти, да, к себе домой, когда у вас такая тут красота. Домик небольшой. Имеет небольшую свою придомовую территорию. Вот здесь небольшой летний бассейн. Но все же территория настолько приятная, что я вот часто захожу, такой бассейн стоит, что, ну, не охота в нем купаться. Здесь бассейн сейчас не обращает внимания, что вода такая, ну, грязная. Когда сезон наступит, соответственно, нальют новую воду. Будет водичка красивого, голубого цвета. Ну, и почему бы не отдать, не выйти вечером здесь, не посидеть, не отдохнуть. Ну, если не хотите, то можете до моря прогуляться. Благо, повторяюсь, 250 метров до моря. Итак, мы заходим в подъезд. Подъезд, видите, тоже такой стильный. Вот так выгляжу я. 32 градуса, друзья. Жарковато. В штанах я вообще не могу ходить в такую погоду. И мы поднимаемся на пятый этаж. Итак, друзья, я уже нахожусь на пятом этаже. Я открыл для вас специально две квартиры, которые находятся напротив друг друга. Обе квартиры дуплексы 3 плюс 1, обе по 157 квадратных метров. Ну, можно сказать, 160 квадратов. Так выглядит подъезд. Ну, по мне так вообще очень все приятно. И давайте зайдем в квартиру номер 23. Сразу по ценам не буду вас томить. Эта квартира стоит 91 500 евро. Эта квартира стоит 86 000 евро. И третья квартира, я покажу вам еще квартиру 2 плюс 1. Там будет тоже интересная цена. Давайте начнем с этой. Кстати, стало там много поступать жалоб на мою видеосъемку. Говорят, мол, камерой резко вожу. Косяк свой признаю. Буду стараться сейчас быть максимально плавным. Что мы видим справа? Лестницу на второй этаж. Это дуплексы, повторюсь. Двухэтажные квартиры. Моя мечта. Так, давайте предварительно включим свет. В доме уже живут люди. Ну, и оставил с продажу вот только вот эти большие квартиры остались. Кухня-гостиная у нас. Мне очень нравится, что все выполнено вот в таких серо-белых тонах. Современно, стильно. Даже фурнитура, видите, тоже черная. Ну, мне нравится. Я не знаю, я как молодежь. Мне нравится вот такой стиль. Кухонный гарнитур. В таких же цветах. Балкон. И вот здесь имеется вот такой вот небольшой закуток. Не знаю, вот я, честно говоря, как его превратить, ну, как использовать вот эту площадь. Объединенную группу. Но тоже не хотелось бы сюда ставить, что-то как-то прятаться вот в этот уголок. Не знаю, может быть, есть у меня среди моих подписчиков дизайнеры. Или просто, может быть, есть у кого-то мысль, как можно грамотно организовать вот это место. Я думал, под гардероб, но на втором этаже есть под гардероб место. Так что я даже и не знаю. Ну, и давайте выйдем на балкон. Так, сейчас с этого ракурса покажу. Так, я надеюсь, все видно. Открываем. Вот такого размера у нас балкончик. Да, здесь, конечно, 100% вот этот кусок вида перекрывает старые дома. Но эти старые дома скоро превратятся вот в такой же, в такие же дома, в котором мы сейчас находимся. Вот она, улица у нас Барбароса. За этими домиками у нас уже море. Уже пляж. Здесь у нас банановые плантации. За вот этим домом вот он, парк. Мы его видим. Там продолжение, кстати, парка. Спортивные площадки. И классный вид на горы. Горы Торос. На балконе, как всегда, видите, очень удобно. Есть розеточка. Есть краник. Есть слив. Можно спокойненько здесь... Покупаешь, в общем, трубу. Вот этот шланг, точнее, да. И можно помыть балкон. Там можно поставить террасную мебель, сесть, телефон там подключить. Все, что нужно. В общем, молодцы. Сдают в Турции всегда квартиры именно вот в таком виде. Есть кухонный гарнитур. Есть полностью вся сантехника. Остается вам только докупить мягкую мебель и технику, да, бытовую. Холодильник сюда, туда. Плиту. Туда, скорее всего, как оно, моющую... Посудомойку, в общем. Здесь у нас прямо небольшой санузел. Прям небольшой. На втором этаже должен быть, по логике вещей, еще один санузел. И комната номер раз. Комната номер раз. Везде подсветка. Все уже работает. Такой вот вид из окна. Везде выводы, видите, под кондиционер. И давайте поднимемся на второй этаж. Так, со второго этажа виду, вижу, вижу, вид на море. Так, сейчас давайте с этого ракурса покажу вам этот коридор. Вот здесь тоже как-то можно организовать, да, это пространство, не знаю, такое, какое-нибудь место для отдыха. Такие диванчики, что-то сюда поставить. Обязательно сюда кондиционер надо. Уже жарко. И у нас комната номер два с офигенной, с такой, извините за выражение, большой террасой. Вот. И здесь как раз-таки вот эта комната, но здесь 100% гардероб. Здесь вообще 100% гардероб. Давайте покажу вам комнату с этого ракурса. Если у меня хорошо получается снимать сегодня, то поставьте мне лайк. Стараюсь, как могу. Опа! Так, ну и терраса. Да, вот здесь уже вид поинтереснее. Мы находимся выше вот этих бочек. Вот эти бочки знаете для чего? Кто знает, пишите в комментариях. И вот такой вот вид. У нас здесь есть вид на море. Ну, сегодня его не видно. Море вообще, оказывается, турки вот это море средиземное называют белым морем. Потому что его вот в жару его вообще не видно. Вот как сейчас. Соль поднимается со дна, и оно становится белым. И сливается, видите, с горизонтом. На камере его 100% не видно будет. И вот такая вот терраса, опоясывающая у нас получается весь второй этаж квартиры. Красивые такие светильнички. Панорамные окна. Кованые перила. Ну, красота же. Так. И еще одна комната. Здесь должен быть, да. Вот он, санузел. Подсветочки. И выход на террасу. Так, давайте с этого угла. Вот так вот покажу. И у нас санузел вот этот должен быть побольше. Да, он побольше. Но все же, мне кажется, можно было сделать его еще побольше. Столько места, друзья, да. Я бы себе обязательно сделал санузел. Санузел большой с ванной. Чтобы можно было в ванне не полежать. Ну, все, друзья. По этой квартире все. Идем во вторую. Это 91 500 стоит. Вторая квартира у нас аналогичная. Стоит 86. 3 плюс 1. 157 квадратных метров. Вот мы сразу заходим в нее напротив. Здесь, почему она дешевле? Здесь хуже вид. Ну, здесь реально, смотрите, вид. Окна в окна. Такие вот виды. Ну, здесь 100% сразу вешаем жалюзи, закрываемся. Здесь, ну, такое. Я тоже не очень люблю, чтобы видно меня было соседям. Комната номер 1. Санузел. По-быстрому, да, пробежимся. Потому что она практически точно такая же. Но здесь три санузла. Три, смотрите. Санузел номер 1. Вот здесь прям, во, хороший большой санузел. Так. Тоже, видите, здесь такое место. Какая-то зона отдыха. И комната номер 1. Вот с такими видами. Здесь тоже прямо вид на море. Чуть-чуть улицы Барбаросса. Ну, и да, здесь тоже вид на чей-то сад-огород. Ну, видите, кого-то сад. Мне кажется, если бы моя мама жила в этом доме, это бы 100% и был ее сад. Очень она меня любит. Растительность, да, флору и фауну. Второй санузел. Третий, да, точнее. Вот он. Все прям, да, такое качественное. Мне прям очень нравится, как они сделали. Видел я, знаете, и похуже проекта. Надо было снизу счетчик включить. И вот такая вот комната. Так, ну что, по этой квартире все. 81 500 евро. Почему я вообще говорю, что цена классная? Сейчас по-любому напишут, что это очень классно. Сейчас на этапе даже строительства 2 плюс 1 стоит 100 квадратных метров. Здесь в Ахмутаре стоят уже по 100 тысяч евро. Здесь готовый дом, 160 почти квадратных метров, 91 500 и 86. Есть же разница. Я считаю, хорошее предложение. Мы еще сейчас спустимся вниз. Там даже есть тренажерка, небольшая джакузи, бассейн. А, бассейна нет. Бассейна зимнего нет. Есть сауна и римская баня. Итак, третий объект на сегодня. Квартира номер 20. 2 плюс 1 квартира. Стоимость ее 76 тысяч евро. Здесь хорошее 2 плюс 1. Я вам сейчас скажу, какая у нее площадь. Площадь данной квартиры 142 квадратных метра. Это вам не 95 и не 100 квадратов, как нынче строят. Вот, смотрите. Прикольная квартира. Вот здесь вот эти окна мне нравятся. Панорамные, да, в пол. Круто. В принципе, приятный вид. Да, Махмутлар славится, да, своей вот такой плотной застройкой многоэтажной. Но здесь зато очень много русскоговорящих людей. Вообще русский считается такой Махмутлар. Ну и ценник здесь более приятный. В Обе, например, у нас нет такого. У нас малоэтажная там в основном. И расстояние между домами побольше. Но, соответственно, и цена подороже. Поэтому, друзья. Каждому свое. Вот такая вот большая гостиная. Здесь кухня, кстати, отдельно. Что является плюсом для Алании. Ну, здесь это просто редкость. И поэтому отдельно кухня. Это как бы круто. Ну, я бы тоже предпочел кухню отдельно. Здесь что-то готовишь. Здесь нет никаких запахов. Я считаю, что это как раз таки удобно. Справа здесь санузел. Просто туалет. И кухня. Так выглядит кухня. С выходом на балкон. Сама у нас кухня. Да, у нас здесь нет прямого вида на море. Но здесь, опять же, нужно вешать жалюзи. Закрывать. Я думаю, ничего страшного. Хотелось бы, конечно. Но если бы здесь был прямой вид на море, стоимость бы квартиры, конечно же, была сразу другая. Давайте выйдем на балкон. Он общий, получается, с этой комнатой. Гостиная. И вот он у нас. Вид на улицу. Как все, да, устроено. Как устроен город. Все правильно. Я вот вообще восхищаюсь. Все удобно. Все для людей. Поэтому люди, видите, в Баланию едут. Сделано. Сделано все грамотно. Городосамостроительство. Не знаю, как оно правильно называется. Городосамостройство, может быть. Так, ну и давайте поднимемся на второй этаж. Вот здесь у нас включается подсветка. Что очень хорошо, когда вечером, да, поднимаешься по лестнице. Поднимаемся. И здесь у нас две должно быть спальни. Начнем с санузла. Вот такой санузел. Хороший, большой. И комната номер раз. Вот, смотрите, большая спальня. С классной террасой. Обратите внимание, в общем, на размер стеклопакета. Оп. Открываем. Такие все, блин, такое красивенькое. Ай, реально, я там не чем-то так прям восхищаюсь, чтобы вам что-то продать. Реально, мне нравится. Я просто видел, откуда я приехал. Я видел, что строят у нас в Сочи. Вот этот бы дом вообще бы 100% его бы вообще там бизнес-элиткой бы там назвали. А это просто обычный дом. Такая бы площадь, я не знаю, в Сочи у нас бы сколько стоило? Миллионов 30. 250 метров от моря. Комната номер 2. Вот это небольшая комната. И здесь вид ни о чем. На сад-огород моей мамы. Вот такая вот комната. Так, ну что, мы спускаемся на нулевой этаж. У меня вот товарищ говорит, где ты вообще в России такой лифт встретишь? Здесь это обычный лифт. Говорит, в торговом центре. Вот, смотрите, здесь мы заходили и спускаемся на минус первый этаж. Сейчас вам покажу. Ох, как здесь прохладненько. Какая вообще благодать. И вот здесь, смотрите. Включаем свет. Та-дам! Помимо этого всего, здесь есть еще и социальная зона. Здесь, смотрите, что у нас есть. Здесь у нас место по тренажерку. Я не знаю, почему нет тренажеров. Либо они ждут от застройщика тренажеров, либо покупайте сами. Ну, реально, если бы, да, мы вот жили бы с товарищем, мы бы здесь, в этом доме, мы бы сюда поставили бы нормальные тренажеры. Просто вниз спустился. Здесь, кстати, вентиляция очень хорошая. Я уже смотрел. Видите? Тын-тын-тын. Прямо прохладненько, нормально. Здесь сразу же у вас джакузи после тренировочки. Мне кажется, мы бы здесь тусовали бы, да? Там сауна и еще римская баня. Давайте покажу. Оп! Все новенькое, смотрите. Пахнет деревом. Нас свою сауну не пускают вот здесь. И получается римская. Вот она. Римская банька небольшая. Короче, я не знаю, для мужика это вообще кайф. Сюда вечерком спустился, железо потягал. Тут покайфовал. В баньку сходил. Ну, вообще. Все, друзья. На этом все. Такое вот классное предложение. Сейчас. В общем, друзья, на этой ноте, да? Как всегда, на мажорных нотах заканчиваю. На этой прекрасной ноте, позитивной, мы заканчиваем это видео. Кому понравилось это предложение, сейчас номер появится у вас на экранах. Звоните, пишите. Это ватсап мой. Телеграм можете писать. Предложение хорошее. Я не знаю. Мне прям зашел этот дом. Все, что нужно, тут есть вообще. 250 метров от моря. Большие площади за небольшие деньги. Дом сам выглядит стильно. Все новое. Ну, в общем, не знаю. Честно говоря, мне понравилось. Мне понравилось. Ставлю этому дому 4 с плюсом. 4 с плюсом, потому что нету здесь зимнего бассейна. А зимний бассейн, ну, к хорошему, друзья, быстро привыкаешь. Все, друзья. Всем пока. Дай Бог, увидимся в Аланье. Субтитры сделал DimaTorzok